Зимний праздник Это поможет мобилизоваться и сконцентрироваться. Наращивать нагрузки нужно постепенно и ни в коем случае не задерживаться в офисе сразу после каникул. Также стоит отметить, что одной из главных негативных черт, которая не дает нам вернуться в привычный образ жизни, это богатые застольями новогодние праздники, которые кардинально меняют рацион. Мы едим много сладкого, жирного и несовместимого. По традициям главного зимнего события – праздничный стол, богат жирной мясной пищей, соусом, майонезами. Но после череды длительного сна и неправильного питания наступает главная опасность Нового года – необходимость быстрого восстановления. Как с этим справиться? Как все же прийти в себя и начать правильно питаться? Это прежде всего как раз питание, здоровое питание, о котором мы сейчас как раз и говорим с вами. Это движение, двигательная активность. Вот опять же, по данным многих специалистов, достаточно в день минут 40 проходить пешочком. И это уже вот та достаточная активность для наших мышц, которая, ну, в общем, будет действительно способствовать сохранению здоровья. А если возвращение на работу после хорошего отдыха раз за разом превращается для вас в форменный кошмар, то, возможно, вам стоит переоценить свою карьеру. Ведь когда работа нравится, то вы будете с нетерпением ожидать возвращения из отпуска. Особенно, если вы правильно настраиваетесь на переход от отдыха к работе. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.